Гличкор значит. Ну хорошо, а меня по-прежнему зовут Стас Гарфпрод, и начнём с аккордов. На серуме для первого звука нам нужно что-то большое, яркое, мощное и синтетическое. Нам вполне подходит, и все названия пресетов будет в конце видео, так что смотрите до конца, так сказать. А тональность наша F-шарп минор, и с этого же аккорда мы нашу последовательность аккордов и начнём. Первый аккорд минорный, все остальные мажорные. То есть это будет D-шарп, потом аккорд E, потом аккорд А. И вот по вот этому квартоквинтовому кругу вы сможете найти аккорды, которые условно с нашей F-шарп будут сочетаться. То есть все аккордики, которые вы видите вокруг, они все с ним условно сочетаются. То есть вот наш аккорд F-шарп минор, а рядом с ним D, рядом с ним E, рядом с ним A. В таком, видимо, последовательность оставлять не будем. Во-первых, вторые аккорды мы сместим немножко, чтобы немножко приукрасить ритм. Так звучит поинтереснее, но оно все звучит очень мелким. И мы можем, во-первых, убрать терции, продублировать все это на октаву вниз. А если все вместе спустить на октаву вниз? Все стало большим и жирным, как нам и надо. И еще мы можем эти самые аккорды изменить. Вот тут есть менюшка, и вот тут помимо обычного минора и обычного мажора, есть еще куча разных вариантов аккордов. Например, minor sevens, то есть по сути это минорный септаккорд. И, например, sus2 и sus4, к которым мы сегодня будем прибегать. Но если хочется забить на эту матчасть и просто тыкать, то тыкай, ничего страшного. У нас есть нотки, которые входят в наш аккорд. Это F-sharp, A и C-sharp. И у нас есть нотки, подсвеченные нашим скейлом. Вот, например, вот эти. Так что мы можем перебирать варианты. Например, вот так. Не очень. Остановимся на этом, потому что мне нравится такое звучание. По сути это suspended 2. Что такое suspended 2? Это мы берем среднюю нотку, которая является терцией, и расположена на третьей ступени, и смещаем на ступень вниз, получая эту ноту на второй ступени. Сюда мы можем сделать просто септаккорд. И, по-моему, последовательность такая из этих двух аккордов звучит уже поинтереснее. Сюда есть сомнительный вариант. Вот просто вот эту терцию самую поставить на пару октав вверх, чтобы породнить этот аккорд с нашим вот этим аккордом. Сюда. Давайте тот же самый suspended вариант. Да. Окей, аккорды у нас есть. Теперь нам нужна мелодия. И как вы знаете из прошлого ролика, а если вы его не смотрели, то настоятельно рекомендую его посмотреть. Там полная инструкция по битмейкингу. Ссылка будет в описании под этим видео и в конце ролика. В мелодии, как я там говорил, одна из важнейших деталей – это ритм. И что мы можем здесь наритмичить, так сказать, в мелодии? Например, тон, та-тон. Вот так. Та-тон. Самый простой вариант. То есть мы строим ту же ноту только вот здесь. Но вот здесь, вот в этом аккорде, мы здесь расположить С можем, но она будет сливаться. Поэтому ставим ближайшую подсвеченную нотку. А у нас это Д. И сюда мы тоже можем так поставить. Что мы еще можем добавить? Например, чем-нибудь забить вот эти пустые места. Если мы поставим какую-нибудь ноту... Звучит не очень ритмично, не очень интересно, если мы поставим сюда одну ноту. А если мы не ставим одну ноту, то мы можем поставить две ноты. Например, вот так. Ну и да, самый быстрый и простой способ сделать красивое сочетание из двух нот, это прописать их максимально близко друг к другу. Но можем поискать другие варианты. Например, вот так. Или поднять их выше. Или поменять местами. Эти же самые две нотки мы можем пихнуть куда-нибудь еще. Вот сюда. Да, можно поднять Д на октаву выше. Есть идея вот эту взять последовательность и по сути отразить вот здесь вот. То есть у нас здесь Д, С, а здесь будет С, Д. И... По-моему, неплохо. Это все безобразие дублируем на следующие два такта. Ну и да, это все дикое дрожь. Так что учись играть на инструменте, чтобы вот этого всего избежать тыканье. И в этом месте у меня есть маленькая просьба. Ставь лайк. Реально, если ты хочешь, чтобы выходило больше видео, ставь лайк. Это очень мотивирует, очень помогает продвижению каждого отдельного видео. И мне от этого лично становится очень приятно. Так что если тебе нравится контент, то ставь лайк. Теперь мы можем для жирности серум продублировать на каком-нибудь синте, который будет похожим. Но мне кажется, стоит взять что-нибудь поярче. Ctrl-C, Ctrl-V на октаву выше. Еще у меня есть идея добавить синт, который будет типа лидирующим. Но мы сделаем его не из лида, а из баса. Вот этот файсисус нам вполне подойдет. Берем Ctrl-C, Ctrl-V. И просто, грубо говоря, отсекаем лишнее. И продублируем снова серум, чтобы добавить на этот раз настоящий синтовый бас. По-моему, звучит достойно. И вот так. А если вот так? Да, то, что нужно. Какой Glitch Core без Vox Loop? Готовый Vox Loop я добавлять не захотел. Так что добавим просто Vox. Вот этот звучок. Из пака Кашемира. Если мы на него посмотрим, то увидим, что у него в середине есть очень красивая нотка E. То есть нам нужно отпилить. Начало. Вот это U. И конец тоже надо отпилить. Настроим ему Envelope, чтобы в начале вот этого клика дурацкого не было. Одного процента на атаку хватит. И настроим ему порты и моно. Слайд побольше. Окей. И поскольку у нас нотка E в середине, то нужно корневую нотку тоже выставить ноткой E. Нормально на самом деле. Еще часто в Glitch Core Orbitах используют арпи. То есть арпеджио, арпеджиаторы. Можно сделать это в автоматическом режиме. Например, добавив какую-нибудь электру. Но можно еще эти арпы нарисовать вручную самому. То есть для этого еще раз дублируем сером. Более легкий звук возьмем. Ctrl-C аккорды копируем. И в пустой паттерн давайте пойдем. Ctrl-V. И здесь нажимаем Shift-D. И просто можем сделать как-нибудь вот так. А если на октаву вниз? Просто вот эти аккорды мы расставляем. Очень, по-моему, не дурно. А если их продлить немного? О, так гораздо прикольнее звучит. Давайте Ctrl-C. Это наш основной паттерн. И у меня лично к тебе есть вопрос. Вот то, что в этом видосе мы пишем. И то, что выдают наши рэперы. Это все можно называть Glitch Core или Hyperpop? Потому что изначально там был гораздо более дикий звук в этом Glitch Core. И гораздо более какой-то странный и необузданный. Или это все жанровые условности и все, что угодно, можно назвать как угодно. Потому что все-таки смежные как бы черты есть и у изначального Glitch Core и у вот этого всего. В общем, напиши в комментариях. Мне очень важно знать твое мнение. И теперь, чтобы делать всякие Glitch, нарезочки и прочие непотребные вещи, я хочу все это заресэмплить в WAV. Первый кусок будет состоять из двух аккордов и двух басов. Давайте возьмем лезвие и повырезаем разные кусочки. Ну и раз в четыре такта сделаем нарезочку. В данном случае это будут восьмые такты, то есть лайны. Потом повторяем те же самые нарезки, что в начале. Но в конце нарезки будут в два раза быстрее. Выделяем и сокращаем с Alt. И обязательно Stretch должен быть отключен. Вот эти части тоже можно обрезать, чтобы эту нарезку выделить. Следующий кусок у нас будет с одним аккордом. Вот этот. Дублируем его с одним басом и арпом. Их также сокращаем под наши нарезочки. Ритм пока их трогать не будем. А потом вокс с одним басом. Но на воксе в конце я тоже хочу сделать нарезку. Вот этот кусок сократим. И давайте еще в Declicking Mode включим Generic. И сократим. А здесь можно сделать уже не лайнами, а третями. То есть триолями, чтобы было вот так. И сократим. И чуть-чуть коммерческой, так сказать, информации. Вы знаете, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа. От А до Я, который в том числе подойдет новичкам. Но мне не расписали, что нужен продукт прям совсем-совсем с нуля. Для совсем новичков, чтобы прям все про работу FL Studio разжевать. Все про битмейкинг на начальном уровне разжевать. И чтобы это было максимально подробно и максимально понятно. И именно над таким продуктом я прямо сейчас и работаю. И в скором времени вы сможете приобрести его вместе. Либо отдельно от видеокурса по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа. Для этого надо будет написать мне. Ссылка на меня в описании. Я расскажу вам все подробности, все детали. Все-все-все. Продолжим. Ну и конечно же пришло время жестких сатураций на все-все-все. Потому что все должно звенеть и трещать. И начнем с первых аккордов. На них кинем Saturn. Прямо в Warm Tape стандартный процентов на... Ну типа 70 с небольшим. Второй. На него просто переносим этот же самый Saturn. Получаем вот таких очень сильно закрашенных звука. Займемся вот этим. Saturn на него тоже в Warm Tape на максимум. И можем еще докрасить его декапитатором. Крутим. Ну чтобы уж совсем за ноль далеко не уходило. И брайта побольше. И можно немножко баса отпилить. И слушаем вместе. Теперь давайте займемся Vox. В первую очередь конечно же на него RC20. Ни один проект не должен обходиться без RC20. Отключаем noise, wobble, EQ и займемся... Ну и конечно Reverb. Я хочу вырезать из него всю середину. Чтобы он был более верховым. Пинг-понг, естественно, low-cut, high-cut. Поднимаем. Микс убавляем. А все ударные звуки я взял из вот этого пака. Он по-моему все еще доступен на Reddite. Начнем, наверное, со снэров. Мне хочется вот использовать вот этот снэр. И вот этот снэр. Начнем вот с этого снэра Normalize. И вот эту фигню в конце отпилим Layton. И поскольку вот этот снэр он тональный, нужно найти ноту, на которой он будет сочетаться с нашей мелодией. Поищем. По-моему, вот она. Это E. Отлично. Выйдешь E, пиши бой. Теперь нужно найти его сочетание вот с этим. Он будет не на E, а на нотке C. Нормальное сочетание, мне нравится. Теперь закрытые хеты. Стандартный сначала, так сказать, basic паттерн для начала. Второй потише, Ctrl-B. Чуть убавим. Ну и поскольку биток получается довольно-таки веселеньким, то и пробежки можно делать довольно веселые. Например, резать на 1-6, то есть на самой мелкой сетке Ctrl-U. Громкость потянуть вниз. Помимо этого, зайти в Fine Pitch. И этот самый Pitch тоже потянуть вниз. Например, вот так вот. И, конечно же, Open Head, который нужно подбустить. Выставим его на типичное место, то есть на слабые доли. Вот так. Бас мы пропишем по ноткам. По ноткам, по ноткам. По маленьким аккордам. Парт высокого баса закинем в канал-сэмплер. Для удобства давайте все вот это приведем к какой-то одной октаве, чтобы нам было удобнее прописывать бас, чтобы было на что, так сказать, ориентироваться. Теперь переходим в наш басец. Атаку, decay, release, sustain. Ему настроить надо. Hold на максимум. Все остальное на минимум. Парт баса супер простой какой-нибудь, типа, вот здесь мы вообще удар пропустим, оставим так вот здесь. Но в конце каждых четырех тактов нужно сделать какую-нибудь прикольную пробежечку. Займемся киком. Его подбустим посильнее. Он играть у нас будет почти по басу, только вот этот звук будет уже в первом такте, а не только начинаться со второго. Да, вот так, ctrl-b. А здесь он уже пробежится вместе с пробежкой по басу. Переименуем звуки и скинем на мишу. И по паттернам тоже раскидаем, чтобы сделать всякие прикольные штучки. Например, вот сделать паузу вот здесь вот. Вот такую вот паузу. А здесь вот такую фигню можно сделать. Еще просто вот так, вот, вот так вот. Режем пополам, сокращаем, дублируем. Ага, окей, вот так и вот так. И сократим бит там, где у нас вот эта вся фигня идет. Потом все это безобразие дублируем и сюда. Но в этой части мы можем хеты и снейры убрать, чтобы сделать заглячеванные ударные. Для этого давайте все наши ударные, кроме кика и баса, соберем на один канал. И на этот канал кинем луператор. Мне нравятся из Destruction пресеты. Но это больше мне нравится. Там, где происходит вот этот дикий глич, мы сейчас обрежем все. В том числе и бас. Чтобы этот глич лишний раз подчеркнуть. И здесь вот тоже. Только этот луператор, естественно, нужно автоматизировать. Create automation clip, чтобы он играл только в этой части. А в следующем куске, вот здесь вот у нас возвращаются оба аккорда. Потом вот этот высокий бас. Потом вот этот синтовый бас. Он будет играть вместо партии 808 нашего басца. У нас будет здесь играть бит без баса. И он будет играть без гличей. И здесь явно слышен контраст между 808 нашим басом и вот этим синтовым. То есть этот синтовый недостаточно басит. И как мы можем это исправить? Ну, мы можем либо поднять на эквалайзере бас. Либо подкинуть еще один 808 бас. Второй 808, который будет басить вместе вот с этим. Так что для этого просто берем парт 808, делаем его уникальным и закинем сюда какой-нибудь другой сэмпл. Например, вот этот. Так, он у нас на G-sharp. Соответственно, в настройках сэмпла ставим на G-sharp, на корневую нотку и сокращаем ему продолжительность. Мы скопировали сюда парт вот этого синтового баса, но он звучит слишком низко. Поднимем на октаву вверх и еще отдельные вот эти нотки, вот эти ноты. Это слишком высоко, это слишком низко. Так что ее опустим, а это поднимем. И подложим вот сюда, к нашему басу. Еще у меня есть пара вот таких вот glitch-эффектов, которые я взял из паков для видеомонтажа. Мы из них сделаем переходы, и чтобы они были чуть больше похожи на переходы, мы сейчас включим нормалайз им обоим. И подкрутим немножко in, чтобы немножко восходящая громкость была. И еще EQ в минус, а чуть-чуть забустим с клипом. Они будут длиной в половину такта. Ну и на начало всякие стомпы, символы можно добавить. Прикольно, мне нравится. И пришло время обратиться к паку майка жары. Потому что у него тут есть офигительные стомпы. В рилейере мне еще кое-что. Вот этот импакт. Ну и пришло время для самого главного. Мы сейчас сделаем полный расколбас. Но не тот полный расколбас, который мультфильм про булочки Эдварда Нортона, а музыкальный и гличкоровый полный расколбас. Для этого берем аккорды. Здесь у нас будет разгон, но сначала мы сделаем сам расколбас. Затем сюда же копируем бас хай. И еще нам нужно взять вокс и сделаем его уникальным. Ту часть, которую в паттернах, мы сделаем в паттерне 808 баса. Делаем его тоже уникальным. Пишем мега прямую бочку. Окей. И в басе все вот эти звучки порежем под эту самую прямую бочку. Теперь этот же самый парт копируем на этот басец. И еще нам нужно его опустить на октаву. И займемся следующими элементами. А именно вот этим вторым аккордом. На этот самый второй аккорд мы повесим gross beat. Правая кнопочка мышки. Momentary. И здесь одна вторая. То, что нужно. Теперь бас хай. Нажмем сюда. Chop. Time base chop. Chop in beats. Чтобы мы его вот так все выделили. Сократили в два раза. Дублировали. И вот это все, что получилось. Сократили чуть-чуть. Мы могли бы это обработать gross beat'ом. Но тогда бы мы не получили такого зацикленного звучания. Потому что у нас два кусочка. Каждый повторяются два раза. Подобную фигню мы сделаем с воксом. Make Unique мы сделали. Поэтому поднимаем его на октаву. И та же самая фигня. Chop. Time base chop. Chop in beats. Точно так же сокращаем его в два раза. И дублируем. Еще с воксом мы можем отдельные пустые места. Вот, например, вот такие. Вот какие-то эти штучки. Заменить другими кусочками. Потому что он же у нас нарезан. Ничего не стоит подвинуть кусочек. О, тоже это мы уберем. Неплохо. Но нам нужно сделать еще sidechain. То есть нам нужно выделить kick. Для этого на этот serum кидаем в крути баланс. И правая кнопочка мышки на громкость. Create automation clip. Copy value на исходную точку. Вот так. Paste value. Слушаем отдельно serum с kick'ом. Похоже на правду. Теперь на 808 бас тоже кидаем в крути баланс. На него правая кнопочка мышки. И link to controller. И выбираем наш клип автоматизации. Теперь на канал с инструментами мы тоже кидаем в крути баланс. Link to controller. Также, естественно, тот же клип автоматизации выбираем. Но на нем dry-wet в крути баланса где-нибудь наполовину скрутим. Первые аккорды я отключил. Вот в этом кусочке с расколбасом. И добавим хай-хет. И open-хеты, и закрытые хеты. Кидаем в паттерн с расколбасом. Теперь давайте сделаем разгон перед басом. Возьмем все вот это. Продублируем сюда. Потом возьмем вот этот synth bass. И делаем его уникальным. Для того, чтобы опустить его на одну октаву вниз. Чтобы появился контраст между вот этой частью. И вот этой частью. И, соответственно, потом вот этой частью. Ну и еще вот этот gross beat на вторых аккордах нужно автоматизировать. Чтобы он включался только вот в этой части. Bass high тоже сюда добавим. Потом символы их добавим и сюда, и сюда. И для разгона нам нужно копировать вот этот паттерн с новой. Сделать его уникальным. Вот эти все басы, которые у нас есть в нем. И 808-й, и серумный мы удаляем. Давайте вот в этой части хай-хетов уберем все пробежки. И сделаем им разгон по громкости. Вот так. Правой кнопочкой мышки тянем. И вот так вот. Ну не до полной, но типа до полной. Потом повторим то же самое с open-хетом. И такой же разгон по громкости мы сделаем для кика. Вот какой-то вот такой. То есть тоже не до максимальной, но близко к этому. В конце мы это сокращаем. Ставим сюда гличи опять. А для выхода из трека уже после этого расколбасного куска. Мы, собственно, почти весь этот расколбасный кусок копируем. Вот так вот, вот так вот. Нажимаем Ctrl-B. То есть у нас здесь не будет сай-чейна, не будет вот этого паттерна. Но мы вернем сюда синдебас. Мы вернем сюда первый аккорд. Добавим символ и стомпы. И получаем. А для начала этого трека мы сделаем реверп. На всех этих инструментах. Кстати, на инструменты я повесил еще один Saturn. Чуть-чуть подогрел клинтюбом. И немножко прибрал низкие частоты и серединку. Буквально капельку. На него кидаем в фрукте реверп 2. Как-то вот так. Холл на максимум. Давайте пока драй уберем. Чтобы слушать только то, что делает реверп. Лоу-кат поднимем. Вот как-то так. И хай-кат поднимем, чтобы наоборот вернуть высокие частоты. Дикей до где-нибудь 0,3 секунды. Чуть-чуть добавим. Драй. Теперь правая кнопка мышки на фрукте реверп. И Create Automation Clip. Создаем клип автоматизации. И он у нас будет отключаться вот отсюда, вот досюда. И чтобы звучало прикольнее, мы можем вот этот басец добавить сюда. Который играет у нас совместно с синт-басом. Воу. Слишком громко. Make Unique. Этот бас. У нас 5 паттернов баса. Неплохо. Вот. Как-то так. Озон на мастере. Время пришло. Так. На Imagery давайте попробуем Gentle View. На Exciter Gentle Tape. И вот такие настройки на максимайзере. Короче, вот такой вот жесточайший мастеринг. И на этом будем заканчивать. Напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я. Который в том числе подойдет и новичкам. Его заказать или узнать о нем подробнее можно у меня. Ссылка на меня есть в описании. Так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. И если это видео вам понравилось, то обязательно жмакните лайк. Прямо под этим видео. Вот там внизу это не сложно. И если оно вам сильно понравилось, то напишите об этом в комментариях. Это очень помогает в продвижении видео. Ну и уже точно будем заканчивать. Стас Гарфпрод меня зовут. И я уже жду вас в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok